МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эту книгу мне подарил один московский священник. Верх – это, естественно, уже поздняя реставрация. Это рукописная книга, предназначенная для клироса, для пения. То есть ориентировочно, ну, наверное, конец XVIII, начало XIX века, примерно так. И здесь мы видим как раз те самые ноты, которые были в Древней Руси. Вот идет текст, а над ними идут вот такие вот значки, похожие на иероглифы. Вот, это и есть ноты. Но в чем их отличие от наших нот? У нас одна нота означает один звук. Там до – это до, ре – это ре, ми – это ми, да? А вот здесь в одном таком значке заключается целая попевка. Ух ты! Представляете? То есть ты поешь слог, а там маленькая мелодия в этом слоге. Потом следующая, и следующая, и следующая. И древнерусский певчий должен все было это знать наизусть. То есть он мыслил не нотами, а целыми небольшими мелодиями, которые складывались уже в одно единое песнопение. Вот из этого состоит знаменный распев. И вот это вот как раз вот такое вот сокровище у меня хранится, и я его всегда с большой радостью показываю. Название, оно вот пришло именно от репертуара, было продиктовано. Потому что даже вот самое первое песнопение, которое мы спели, когда вот все вместе собрались, это была стихира, посвященная Сергию Радонежскому. Очень такое длинное, развернутое было произведение, с такими распевами, с мощными. Стихир 16 века. И вот мы как-то так и решили, пусть будет стихира. Ну и прижилось. Очень длинная такая история получилась. В середине 90-х годов мы впервые услышали знаменное песнопение. Это вживую причем. Это произвело на нас очень большое впечатление. Сейчас, Михаил, тогда чем вы занимались в середине 90-х? На тот момент мы были студентами музыкального училища. И уже, ну на последних курсах уже собирались поступать в консерваторию. По образованию я и супругом, и хоровики. Поэтому, то есть, это как бы вот наша непосредственная профессия. Но уже поступая в консерваторию, естественно, мы задумывались вообще, чем бы нам хотелось заниматься. Потому что, что такое хоровой дирижер без хора, да? Это генерал без армии. А хор-то надо же всегда под чего-то собирать. Под какие-то мысли, под какие-то такие вот замыслы хорошие. И вот так получилось, что мы услышали ансамбль «Сирин» из Москвы. Они исполняли эти песнопения. И мы были совершенно покорены и звучанием, и необычностью. Мы поняли, что это целый мир, который интересно изучать, и который есть смысл изучать. И мы этим занялись. И вот это вот занятие проходило практически 25 лет, представляете? Надо и на нее немножко нажать. Она не должна быть у нас безударной. Это не такой «тара-тара-тара». Это не такой «тара-тара-тара» у нас получается. «Ми-и-и-и». Понятно, про что я говорю? Да. Давайте, втречный «ми-и-и». Милости пучино, Божия мудрости, И сочничий мир покрываешь. Я считаю, что я осталась в профессии. Когда работаешь с профессионалами-то одно, а когда работаешь с людьми непрофессионалами вообще, у которых даже музыкальной школы нет, это, конечно, совсем другая специфика. Но, тем не менее, все мои навыки, они пригождаются. Очень-очень. Ой, так и я недолго, да, Только не коротко, да, Расставаться, да, Только скоро стал. Именно благодаря полному музыкальному образованию Ярославское музыкальное училище и Нижегородское консерваторие, а также профессиональной артистической деятельности. Вспомним легендарный дуэт с Шеннон. У супругов Желтиковых появился интерес к столь древнему искусству. Двенадцать я как-то для себя перечислял, так представлял. Ну, конечно, базовые, там, не знаю, фортепиано, гитара, бас-гитара, там, не знаю, аккордеон. Вот, разные волынки, шотландская, ирландская, это разные вообще инструменты. Вот, на колесной лире я играю, на баллайке играю, на разных там дудках, свирелях. А сейчас, в данный момент, я осваиваю такой интересный инструмент, к которому я давно тоже очень подбирался. Это шлемовидные гусли. Там тоже, я думал, что как-то мне мои гитарные навыки что-то помогут, а оказывается, нет, совсем другой инструмент. Вот, я с ним сейчас тоже сражаюсь, покоряю его. Юлия и Михаил в браке уже 27 лет. Воспитали четверых детей. Старшие пошли своим путем, а младший сын поет вместе с родителями. Я думаю, соединила нас любовь к рок-музыке. Мне кажется, что мы друг на друга обратили внимание. Потому что мы, у нас так получилось, что мы жили через стенку общежития. Рядом комнаты у нас были. Но он был второй курс, а я была первой. И тут я, в общем, себе позволила, как никого не было, я позволила себе спеть Дженнис Джоблин песню. И потом... Это ты пела? Ну вот, потом какие-то точки соприкосновения. Битлз, конечно, которые я слушала с детства. Спасибо папе. Потом Led Zeppelin, то есть вот Дипеппо, папина любимая группа. Ну, в общем, все это в первую очередь сначала, конечно. Мне поразило в Миша, что он так много читает, он так много знает. То есть я, можно сказать, у него научилась чтению. Еще одно направление творческого интереса ансамбля стихира «Русские духовные стихи устной традиции». Это жанр народного песенного творчества, в котором поднимается тема отношения человека к жизни и смерти, посмертной участи души покаяния. Храм Казанской иконы Божией Матери можно считать основной базой коллектива. Здесь певчие служат, репетируют и поют на клиросе. О, великое заступление! Печаленны мне си Богородительницы чистая, Скорая помощница Спасение мира и утверждение Мы с супругой больше 20 лет пропели на клиросе. То есть мы клирошане. Ну, 20 лет все-таки провести на клиросе это такой хороший срок. То есть мы люди церковные. И когда произошло мое рукоположение 7 лет назад, в общем-то, может быть, внешне как-то мы для других изменились. То есть это было что-то, нечто такое кардинальное. А внутренне как-то так все было на самом деле естественно. И, конечно, оказавшись уже в церковной среде в виде служителя, было очень естественно прийти к осуществлению этих планов. Потому что, ну, я уже служу в храме. Мы ведь знаменной литургии поем знаменным распевом. Это не часто происходит, но тем не менее. То есть вот в городе у нас больше никто этим не занимается. Можно сказать, что от клироса в храм и опять в храме уже продолжение этой деятельности певческой. Если ты уже получаешь профессию и ей посвящаешь полжизни, то так просто с этим нельзя расстаться. Тем более мы все это любим, мы все это изучаем. Это без каких-то революционных вещей произошло. Так само собой. О, я вот даже не знаю, что значит «главный». Мне кажется, мы принимаем вместе решение. Вот. Я думаю, у нас партнерство все-таки. Вот. Конечно, в каких-то вопросах... То есть я не могу какие-то важные вопросы решать сама, например. Я всегда как бы советуюсь и спрашиваю. И Михаил тоже так же. Вот. Главный. Ну, голова, конечно, муж. А шея жена. Певческая традиция до Петровской эпохи практически утрачена. Сохранилась лишь материальная культура. Иконопись, русские ремесла, архитектура. Голос молчит. Историки музыки с трудом представляют, что и как звучало на Руси в ту эпоху. Супруги Желтикова собирают утраченное по крупицам и восстанавливают из этих крупиц цельную музыкальную картину. Вот та культура, которой мы занимаемся, вот совсем отодвинутая туда в века, она даже на наше русское ухо звучит очень экзотично. Вот я слушаю испанскую музыку, мне все понятно. Слушаю ирландцев, мне все понятно. Я слушаю знаменный распев, или там, допустим, наших бабушек, какие-то там вот эти деревенские песнопения. Даже текст порой не понимаешь, что поют. Я ловлю себя на мысли, господи, я ведь русский человек, чего же я ничего не понимаю-то. То есть вот эта культура, она во многом утеряна. Не скажу, что целиком. И сейчас, к счастью, большое количество людей по стране занимаются этим. Поэтому, наверное, она вне времени. Планы, конечно, петь все-таки и народную тоже музыку, русскую народную. Потому что она, я считаю, она связана, конечно, вот с благослужебным, чем, я думаю, все-таки звуковедением. И даже не звуковедением, а звукоизвлечением. Конечно, есть разные насчет этого мысли и у ученых, и у теоретиков, и у исполнителей. Но мы вот как-то придерживаемся такой более народной манеры исполнения. И хочется, конечно, как говорится, прекрасного предела нет. Я считаю, что нам еще многому надо научиться, много постичь, потому что эта музыка духовная, она очень глубокая. То есть всю жизнь можно ее постигать, и она тебя будет менять. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, Зову тебя Россию, Единственной зову, Спроси, переспроси меня, Милее нет земли, Меня здесь русским именем Когда-то нарекли. Субтитры создавал DimaTorzok